Добрый вечер! Всем привет! Сарапсодию и Солстеса. Джей Кей же взяли Инженера, Флакса и Тарта. Сти Солстес немножко вот подзабытый герой, давно я уже его не видел. Хотя, довольно-таки хороший лесник и хороший гангер. Почему нет? Ну, нерв первого скила сыграл роль небольшой. Да, нерв, но все равно. Тимфайт потенциал за счет ночной ульты никуда не ушел. Ну, дневная ульта, кажется, по сравнению с ночной, слишком бесполезной. Замедление не так даже важно, как дамаг, который она наносит. Ну, полная ульта, сколько там, 900 рона наносит на полной? Ой, нет, 800. Многовато, да, 800. Ну, все равно неплохо, но тут уже фишка в фире. Как бы ночной Солстес своей ультой может сделать нехорошие вещи. Ночной, да, и чарджи невидимно, в принципе, просветочку дает. Дневной не так крут. Не, ну че, дневной тоже просветка, может, неплохую, там, наш Конгора издалека подсветить вообще, не подходя. Ну, враги-то эту просветку будут двигать. Ну, да, да, конечно. Так, задумались над своими последними двумя пиками, Джей Кей. Варбист. Варбист, окей. Это, скорее всего... Ты думаешь, лесной будет? Я почему-то да, мне кажется, что лесной Варбист. Ну, вот и у меня что-то так кажется. Может быть, или Сой. А хотя нет, это не может быть лесной Варбист. У команды Джей Кей уже два саппорта есть. Это, скорее всего, ИСа будет стоять на харде Варбистом. Ага, и будет 2-2-1. Инженер Фулфлаг Смит и Торт с саппортом, скорее всего... Квина, давно я ее тоже не видел. Опять же, нерв сыграл такую. Опять же таки, не, ну почему? Очень сильный и сноуборящийся керри, хорошо рекаверится на стаках. До этого тоже никто не забирал. Ну да, но нервы обоих пассивок, вроде бы, Лунар Глоу. Мультистрайт точно нервили в процентах. И в количестве отскоков. А Лунар Глоу, не помню, по-моему, тоже где-то нервили в небольшой процентах. А какие еще керри оставались? Еще был Соул Стилер, Бушваг. Силуэтка осталась. И силуэт, да. Сейчас увидим, правильно ли был выбор Монквин. Сможет ли она затащить игру. Ну, в принципе, пик ГМГ довольно-таки неплох. Есть отличные АОЕ ультимейты, типа Монквины, Солстиса. Есть Мэдмен, который, в принципе, отстояв хардуум, из него тоже может неплохой какой-то акири побыйти оттуда, если все будет хорошо. Отличный саппорт в виде рапсы. Ну и Бабл, сполучив свой шестой левел, уже может куда-нибудь отправиться помочь. То есть, в принципе, неплохо, неплохо. Ну, JK тоже не слабый пик, то есть, флакс-инженер, комбо, торт-отличный саппорт. Ну да, и Варбис, который постоянно будет бафить свою команду на урон, это, конечно, тоже не дать не взять. Да, будет сплит-пушить еще. Может, под шумок даже Т3 снести во время небольшой драки. Под шумок. Так. Так, ну это рапсодия на бот, скорее всего, Бабл Смит, и в одном. Так, силуэтка уже наметила свою лицу на топ, и вместе с ней идет инженер и торт пока. Но, скорее всего, инженер, как минимум, должен смещаться. Или торт. Ну, интересно. Команде Легиона никак не поставить доблу наверх. Какую бы они ни поставили, она будет слабоватая, даже если это будет рапсодия Мэдман. В любом случае, это будет Мэдман, мне кажется. Да, но это Соло Мэдман, здесь, как бы, даже думать, особо не надо. Гонщик отправил ИСа, проверяю вес. Вот тут видно Солтис, а всю команду в принципе видно. Видно и проверено, чтобы убедиться точно, кто где. Сейчас должен... Я бы поставил торта на миде, если честно, а не инженера. Не знаю. Ага, вот так даже. Торт на миде более ярко выглядит. Не знаю. Не, ну в принципе, да. Да. Активный станер все-таки. Хотя, ну и с саппортом тоже он... Ой, вернее, с Керри он очень хорошо смотрится. То есть, постоянно обменивается тычками с хардлайнером, а хардлайнеру это вообще выгод невыгодно, потому что под импейлментом вообще не сладко. Вот поэтому-то и минус, что Мэдман этот импейлмент просто сразу встал, там убежит от него, и почти никакого демода не получит. Ну это да, но опять же-таки он тратит ману. Пока у него не будет ботинок, бутылки, проблематично ему будет как-то противостоять Торту. Ну сейчас увидим. Вот еще такой минус, что не будет стаков в лесу для Монкрин, то есть, сильно ГПМ она разгоняется и не начнет с покупкой доминаторов, потому что Солтис фармит. И Солтису, скорее всего, надо быть поактивнее, почаще выходить на мид, потому что с флаксом на миде против флакса сложновато стоять. Он толстый, дальний, гасит больно. Надо как-то это контрить. Ну понятная идея. Хотя, опять же, с тем же Бабблсом много не получится. Не, ну в принципе, Бабблс должен, что против одного флакса, что против двоих, в принципе, должен стоять неплохо. Как бы да, возможно, он не будет фармиться так, как бы ему хотелось, но, по крайней мере, он не должен умирать. Ну, на данном этапе линия у GK выглядит посильнее, постабильнее, чем у команды в БМГ. Ну все-таки вот, ты уже говорил о том, что, да ладно. Интересно. ГОРМК? Полагает. Позно. Вообще класс. Ну, вот так вот сделали, ребята, ремейк. Я надеюсь, что они сейчас быстро создадут это все обратно, потому что и так немножко подзатянулось с начала игры, она уже как бы должна была начаться как полчаса назад, на самом деле. Полчаса, да. Ну, вот так вот, они еще и ремейк решили сделать. Очень весело. Я бы их оштрафовал за такое. На 80% от серебра. Хо-хо-хо. О-хо-хо. Как там Вася уже говорил. Не знал, как пережить, когда их наносили серебро, что-то со мной. Да-да-да. Вот, да, это большая потеря, там, пять косарей серебра или шесть, там, все. Как жить? Это, знаешь, сразу вспоминается картинка вот этого вот мужика, знаешь, который там руки клеится. Да-да-да. Пять тысяч сельвера, нет. Как же так? Дальше жить. Вроде создали. Я уже присоединяюсь. Нет, вот нам-то смешно. Ребятки-то там на лоупрекетах, они же это фармят, чтобы купить последний аватар, в неделю играют. Да, ну, тысяча шестьсот сельвера, на самом деле, казалось бы, мало, но это одновременно и много. Да, ну как, если вспомнить, как раньше, фармились, фармились, вот это вот по десять. Раньше, когда, раньше, когда еще персонажи были платные. Я не испытал такого счастья, имея легоси аккаунт. Не, у меня аналогично, поэтому... Поэтому вот все было, в принципе, хорошо. Ну да, у других бомбило, там им, помимо аватаров, им приходилось еще и персонажей покупать. И герои все стоили по-разному, вот это самое интересное. Да, да. Вот что-то Shadow Blade был самый дорогой, до сих пор не могу понять, почему. Вот, кто, интересно, ставил действительно им цену? Вот почему? Там какие-то определенные персонажи стоили там вообще копейки, а другие стоили там просто заоблачные какие-то цены. Там 800 серебра, косарь серебра. Это, конечно, что-то из ряда вон выходящее. Так, ты подключаешься. И не пускали. Пускали. Так. Тём, можем начинать. А, еще Тёма решил подключиться. Ну давай, оттягивай неизбежное. О, мы судьи теперь, все, отлично. Из-за Тёмы теперь никто. Он просто смотрит, а мы судьи. Я буду судьей Трэдом, как аватарка. У индикатора моего любимого. Ну, аватарка, честно сказать так. Да, мне больше нравится Space Wizard Merlin. Space Wizard? Не, у меня обычный Merlin, потому что Space Wizard это какое-то, знаешь, наркоманское. Да-да-да. В этом все предисы. А, я понял. Окей. Начинается игра, наконец-то. Да, не факт, ты че знаешь, не факт. В прошлый раз она тоже вроде бы началась. Так. Баблз. Ну, в принципе, пока, пока ребята расходятся туда, куда они и шли. Варбист ещё раз решил проверить, может, обманывать его. Да, конечно. Вон, квин, натов, суицид. Собаки, конечно, эти подлые. 400 скорости бега вообще. Кто такое придумал? Хоновские собаки ещё миленькие из берегушки по сравнению с собаками из Dota. Ой, я пока ещё с ними не сталкивался. Ой, это ужасно. 90% и Magic Resist. В последнее время начал практиковать Dota чисто для, так сказать, расширения своих знаний. Ну, знаешь, там, типа, в HON играю, в LOL играю. Надо, остался ещё, осталась Dota, ну вот, чуть-чуть. Болю. Этот не контроп, сколько его уже нерфит, нерфит, нерфит. Уже полгода его нерфит, и всё равно он какой-то опи. Так. Вторая пачка собачек побежала, чтобы отвести хлипов. Ничего Робса не может сделать, к сожалению. Нет, может, может она убить одного... Не, ну одного с пучками, а второму дать стаката. Вот сейчас надо это как-то делать. Да, вот. Вот, хорошо как сыграно. Отлично сыграно Ромайло. Да, не получилось отвести с собакой. Вот. Нет, больше он не загорёт. Нет, сейчас уже Тауру просто убеду. Немножко совершенно он их подстопил. Монквин сейчас будет нахлепать. Параблист только повёл за следующей пачкой. Вообще, такой ненасытный Иса стоит здесь и ждёт, ждёт, ждёт. У него ещё три бутылки маны, вообще. Приходите, гости дорогие. На миде, кстати, вас поставил нор. Да, сразу же на хэграунд поставил, чтобы как-то... От солтиса. Контролировать, да, ну и плюс гонки солтиса. Торт уже подстакивает лес свой. Неплохо. Понятно, готовится под силуэтку. Мэдман уже два раза использовал сталк. Третий раз вот он бежит. И Торт его сейчас будет тоже встречать. Не, ну... Мана-то у него на один инвиз ещё хватит. Так, пошёл им поймал. Кончилось. Надо за дерево цеплять. Зацепили. Надо было немножко подождать в этой кишечни. Да, мог, в принципе, подождать. Зарядил бы станом и неплохо бы его поверили. Может быть, даже не убили бы, но... Получил бы он по башке знатно. Красную по-любому бы съесть пришлось. А так он пока ветками отъедается. Ещё целых четыре штуки у него осталось. Баблсы на миде прогрели тоже. Пол хп осталось. Но ещё есть красная баночка. Как бы сестра выводить не получил? Ну и вот, скорее всего, сейчас он тут... Нет. Деревце. Думал, что всё-таки красная топьётся. Поэтому надо уже нести себе ману, потому что это катастрофа. Да, тяжело, тяжело. Хотел бы он, конечно, нафармить сразу на боттл. Но 400 копеечек не так легко будет нафармить. Ну, понятное дело. Но пока торт отошёл, такая возможность, в принципе, есть. Хотя он сейчас может за это поплатиться. Ох, как он может поплатиться на хосте торт бежит. Торт на хосте, но мана у него есть. Но мана есть у мэдмена, да. Как минимум на 2 инвиза ему. Надо как-то разводить на 1 сталк сейчас шейд дерево. Чтобы торт подошёл и... Нет, так тоже обходят. Там 10 синий вард. То есть, привет. Так. Побежит, побежит, побежит. Ой, хорошо погревает. Больно, 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 больно. Так и хилки сейчас кончится у мэдмена. О, осталось одно дерево и одна баночка. Варбист делает отводы. Пармик старается. 4 припалнивы есть. Бой, молодец. Не, ну, мунки вообще там всё классно. И никто абсолютно не мешает. Ну, у баба, что всё не так классно. Хилки кончились на руках-то пищу. На усилки-то, усилки-то уже 380 гпм. Неплохо так он начал, знаешь. Странно, почему у манкрин меньше? Она же на полном китарном стоит. Да, и силка, можно сказать, тоже. 23 крипа усилки и 18 у манки. Ну, потому что он там отдергивал крипов варбист. И поэтому, может, ну, какого-то пропустило. Кто это делает? Ну, сейчас ап не должен, он, например, припалнивы. Я думаю, взять. На миде въезд бабулся. Да, ну, как тебе сказать, въезд просто профилактика пошла от инженера. Если бы он, конечно, попал кегой, то я думаю, сразу бы ментал среагировал. Но... Нечем стан локать. Один стан на двух троях, да? Много замедления, но станов нет. Один всего лишь. И попасть надо ещё. Ну, да. Тут, конечно, 3 кавер. Попасть кегой тут очень сложно. Только если есть тени. Забыл вот этот тем, наверное, подло. Из-под ног у Нора. Баблс. И что, он подбегает? Будет что-то на миде? Не, пока ничего, судя по всему, не будет. Так, мадман. Имеет 500 копеек. Два крипца ему остаётся до желанного ботла. Ну и, в принципе, пачка крипов подходит с этим ДД. Он всё-таки, наверное, сможет дофармить. Я надеюсь. Находил себе ещё монопотом. Конечно, сейчас тоже подходить нельзя. 380 хп у него. И, как бы, торт третьего левела. Это уже опасно. Опасно. Импеллмент на два, парень. Коус-марча снялся не. Хотят, наверное, сняли. Насколько противно этот... Оп! Что тут на миде? О, интересно. Особа. Расклад. Я думал, что... Не хватит. Хватило. Сиди по всему тут и Мадмана решили немножко погонять. По их шейде получает слишком лишнее. Много лишнего ванна. Но красная баночка отпевается. И за белой башню, скорее всего. Будет станка. Да, есть, есть катапульта. Попробует её заденайть Мадман. Есть ТП-шка. Гриф. Ещё одна ТП-шка. Соуси заряжает на торта. Надо бы чем-то продолжить. Здесь никого рядом нету. Бабблс. Торт должен умирать. Должен. И Солтис тоже. Ну вот так вот ребята обменялись. Хотя сейчас... Ой, так сейчас и Бабблс умрёт. Очень больно бьёт силуэт. Умирает. Маны нету у Мадмана. Сейчас же прожмёт. Даже прожимать не надо. Просто тычками заковырял. Всех троих. Чё себе. Вот такой вот мощнейший буст для команды Джей Ки в самом начале. Особенно для их керри. 3.0. 500 гпм. Если бы ещё и ФБ он забрал, сейчас бы конечно вообще всё очень плохо было у команды ГМГ. Мунка, бедняжка, 300 на 300 гпм, а только вышло. Хотя реально вот там стоит одна и... Всё, ничё... А шаги уже 5 соточек. Да, да. Я считаю маловато у Мункин фарма. Для такой свободы, она даже ворбиста не видела в этом глаза. Ворбист там все за башенкой, пулит по КД, фармит 11 крипов, у него есть 13 будет. Даже за Данайч спел где-то одного. На миде профилактический въезд очередной от ФЛАКСа. Но, кстати, не такой уж он прям профилактический, но... Солтис. Как же, Солтиса поймали. Очень хорошо, отличная турелька. Наказали, Солтис. Оказывается, тут ещё и баблс очень вкусный есть. Седьмая минута, 4000 преимущества за команды ГМГ. Да, неплохо. Очень неплохо. Шаги принялся застакивать лесу. Прилетел ему сустейнер. Но с ним-то уже попроще будет немножко. Гораздо попроще. И внизу сейчас заберут, наверное, башню все-таки. Вряд ли ворбист третьего уровня. Вряд ли он полезен, да. А если и полезет, то это будет ошибкой. Попробует задинаить, нет? Нет. Собаками? Ой, ой, хорошо сыграно опять. О, а тут неплохо так-то поймали. Ульта Солтиса реально была. Просто ульта Солтиса, да. Жалко, что я это пропустил на самом деле. Ну вот он Солстис, вот он, понерфленный пацан. Отыграли просто сразу за 2800 денег. Башня прилетела. Монквин 400 гп имеет, наконец-то. Почти. Ну, Монквина, конечно, пока не может сравниться с... Ну, три полки никто не дарил. Да, понятно, понятное дело. Демиатор она приобретает. У Коинга, конечно, не так хорошо идут дела. Но все равно. Не за горами, но на Устона силуэтки. И с этим Устоном, конечно, попроще будет, попроще. При стабильной игре он будет фармить быстрее, чем всего этот... Понятное дело, да, тут я согласен. Потому что стаки намного проще идут. Там, имея доминатор и какой-нибудь уже хотя бы огненный меч, стаки там вообще на ура влетают. Варбисты четвертого уровня, 190, 200 дпм практически. Плоховато дела, я тут объясню. Так, Солстис приобретает Мидос. Интересный выбор. Хотят затягивать лейки, видимо. Нет, в принципе, так-то в лейте из Солстиса тоже неплохой керри выйдет. И так-то получается... Опа, есть стяжка от Флакса. Нет, все. Разворачиваются, а парни еще и Тауэрт с динайла. С динайли Тауэр. Варбист приобретает, наконец-то, Бишл Скал. Да, почти 10 минут понадобилось. Вот ограничен Space, джеки на фарм, то есть и селка хочет фармить, а варбист... Да, и варбист тоже хочет что-то. А у команды... Ой, сейчас по амунке зарядят, ребята. Нет, улетает. По варду прошли, ребята, из ЖК. Но если бы там Кегой сбили стан, то это, конечно, бы печально было. Человек сейчас тратит время, бегает по линиям, пытается убить кого-то, на мид пришла, не получилось. Так, флакса остается 500 копеек до астролябы. Очень нагло себя чувствует сейчас Торт против Мэдмена. Ну, если Мэдмен его увидит, то, я думаю, попытается наказать. Ой, потратил. Станчик. И вот здесь надо наказывать? Ну, нет, почему-то не хочет ничего делать Мэдмен. Странно. Очень странно, да. Хотя мог бы, мог бы. Так, остается 900 монет до Нул Стона для силуэтки. О. Читарапса не успела 3.6 сделать, к сожалению. Бежала, бежала, думаю, может успеть. Нет, не успел, к сожалению. Так хорошо, значит, Джекей, не повели они сильно наоборот. Ушли в фарм. Не, ну я думаю, сейчас силотка бы хотя бы немного отфармится и уже начнёт что-то делать. Ну, надо видеть просто, что Солстис купил Мидас, и в драке не так будет полезен, если бы он купил, да, там, Инсанитариус. Ну да, если бы это был какие-нибудь ПТшки, Инсанитариус, да. Надо вот именно в этот момент давить, когда ты знаешь, что у Матильника сейчас нет денег на что-то полезное, а артефактов хороших нет в инвентаре. Уже скоро день настанет. И Солстис не таким уж полезным будет сегодня на ультой. Ой, не понимаю, почему Монквин как-то не разгоняется, ДПМ у нее на месте стоит. Ну вот да, знаешь, сама вроде стояла, никто не мешал, на 370 вышла, а у силуэт 500 держит, не, ну понятно, что 3-пл никто ей не дарил. Пассивку бы еще надо подключать на демодж-момпин, на то 7% и 32, то есть 32-28, как-то вот совершенно разные цифры. У Монквин уже побольше должно быть демоджа на 9-м уровне, хотя бы там на 2 пассивочка. Солстис неплохую ульту дал. Так, силка сватнулась. Ну это минус торт. Пошли телепорт, то есть сейчас попытаются иллюзию силки загнать. Ой, сейчас же... Нет, не будет. Внизу тем временем варбист с командой пушат. Неплохо пушат. Изи Тауэр должен быть. Только почему-то инженеры Факс игнорируют ее. Да, они уже могли бы вместе неплохо ей сбрить так-то, но почему-то они просто стояли и смотрели. А команда ГМГ не особо спешит, кстати, вехать ее. Так, следующий артефакт, судя по всему, будет инсанитариус для Солстиса. Увидел я, что он приобрел этот шлем. Да, скорее всего, инсанитаря. Хелмов Виктем или как он называется? Виспинь Хелм. А, ну. А, да-да-да, Хелмов Виктем. Да. Что-то вот хотят, хотят Джейкей. Вагангут по этому, потому что в врачском лесу, но на варбе не поверят. Спокойно разобралась силка только что с Мэдмэном. Конечно, лоу-хп осталось, очень рискованно 130 было. Но все равно, Шэдди чувствовал себя вполне уверенно. 4-0, 515 гпм. В принципе, на 14-ю минуту дела у Керри Джейкей идут очень хорошо. Так, вот он уже фаербренд на Мунке и... Время формировать стаки. 430 гпм. Где-то она резко подняла, на иншах, наверное. Теперь нужно шранку, конечно. Да, шанкин, конечно, не помешал. Но довольно-таки ранний конгор для Джейкей. Ну, не то чтобы ранний, это более варбисты. Не, ну, понятно, понятно, иди, но в принципе всегда там конгоры до 15-ти минут. Ну, это не норма, я бы сказал. Это довольно-таки ранний. Но они комфортно себя чувствуют даже на... Да, да, почему бы и нет. Ну, там вижена у КМГ вообще бы не было. На пазлбокс выходит варбист. А я вот, кстати, наверное, шранку не взял. Количество magic damage у команды региона очень-очень. Да, но так он тут весь. Не, ну если не учитывая то, что там Солстис и Мунквина будет потом уже бить с руки, и Мэдмэнг там к ним присоединиться. А пока полностью магический дэмэдж, да. Ну, видимо, варбист не планирует переходить в драки, а будет конкретно сплит пушить, это его задача, то да, пазлбокс верный лук. Ну, понятное дело, варбист с пазлами пушит очень сильно. В том, что когда он включает свою ульту, эти пазлы тоже на скорости 522 начинают менять. Это так противно. Ещё можно Минотаврик в лесу доминатора взять. И Минотавр такой за тобой, Хо, пацан, стой! И подстанивать. Угу. Ворваться Минотавром в толпу пацанов. И застанет. Неплохо свапнулся обратно местами силуэт. Ой-ой-ой, из ДД. Отличная вот так вот, Соняя. Отличная. Но, к сожалению... Хорошая стяжка. Позволил увидеть все. Ну, неплохо так-то токен сейчас разменяли. Уже на троих. На четверых. Я вот че-то пропустил пока на силуэтке, на самом деле. Было-было. Не нужно. Позабыли. Угу. Ну, токен на четверых. Мурпин еще умер. Да, пожалуйста. Мэдмена с ними не было. Но там мэдмена отбивается от очень такого озорного, я бы сказал, варбиста, который... Вот он хочет засплиткушить. Да. Все-таки почти додобил линию, но вот Т2 на миде падает. Есть пока на флаксе. Очень хорошо. У бабулся еще нет в порталке. В обязательное время видим, и пока не предвидится, да. Так вот они поздно варбисте. Учеранки не срочно нужны обоим командам. Именно Квин, Солстис и всего этого. Найдут мадмена? Нет, ТПшки. Могут найти их, кстати, если бабулся сейчас... А, у него нет еще ульпинута. Так, чаржнул Солстис. Просто пока уэй. Открайки, да? Там за спинами, кстати, еще инженер был. Может, он подошел бы и коварную ульту дал? Тот приобретает, кстати, Т2 как команд. Уже. Неплохо. 220 КП. Солстис один остался, странно. Что-то Солстис... Загулял, мальца. Ну да, так как-то не остался один, не знаю, потому что враги рядом все. 8 тысяч... 8 с половиной тысячку имущества. 8 тысяч золота и 6600 опыта. На 19 минуте не так уж и смертельно. В принципе, с Мункой это все легко восстановить. Но... Но, кстати, если бы Мунка... 9 тысяч голода, то это не так уж и мало. Понятное дело, понятное дело. Просто Силка очень-очень активная, крайне активно сейчас играет Шэдди с этим ПК. Его эффективность возросла там в несколько раз, на самом деле. Да, Матмивардинг просто чужого леса дает такую свободу действия. В кого он тут опять впрыгнул? Просто в Мунквин. Мунквин ничего противопоставить не может. Отлично! Прям на станчик стянул Флакс. Это было просто шикарно. Ну вот, смерть на вражеского керри. 370 ГПМа. Да. И... 10 тысяч премида. Блин, сейчас Тауру пойдет. Еще плюс 2 будет. 10 тысяч. Ну, там такое... Вот, видишь, почти 12. Да, да, да. Два был 109 уровня, кстати, почему-то маленький уровень. Для салуо я что-то... Так, поставил он ульту на двоих и... Интересно, что это было сейчас. Я не знаю, я бы понял, если бы он там ее поставил и... Приезжает на Солстис. И Солстис бы начал там ультовать, но... Вообще без вариантов. Очень странное сейчас действие от Экзарда. Вот, консид. Победа команды JK. Кстати, хочу заметить, первая победа команды JK в этом цикле. Разве они побеждали, по-моему? Нет? По-моему, нет. Сейчас гляну. По-моему, они... Вот 4 игры они точно проиграли. А вот сейчас я открываю таблиц. Они же выиграли команду души. Точно было. Так-так-так-так-так-так-так-так. Да. Да, одну... Одну, получается, 5 игр. Одна игра им осталась. Против команды... Кэйц, нет? Сейчас я гляну. Да, против команды Кэйц они будут завершать групповый этап. Пум-пум-пум-пум-пум. Я вообще что-то не нахожу. Самая последняя игра вот они завершают групповый этап. Ага, да, вот все. Ну, это будет аж 28-го числа. Так что у них такой перерывчик маленький. Так, ну что ж, дорогие друзья. Маленький перерыв. И уже будет игра между кем? Сейчас, 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 сейчас. Между командой Клам. Клам и ГМГ. Да, кстати. Сегодня две игры будут у команды Кам. Против ГМГ, против дронов. Ну, в принципе, я не знаю, вызовет ли это у них какое-то напряжение где-то в области ниже спины. Узнаем мы где-то минут через 15. Ожидайте, дорогие друзья. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!